Здравствуйте, мои любимые и уважаемые друзья! Это карты Ленарман, и они покажут, как будет меняться ваша жизнь в ближайшем будущем. Будут ли новые события, смена событий в вашем ближайшем будущем. Я разложу для вас карты традиционным образом. И этот традиционный расклад называется Грэнд Табло, грандиозный расклад на все 36 карт. Здесь есть карта женщины, мужчины, карта якори — это работа, карта рыбы — это деньги. В общем, будет видно. Смена событий в вашем ближайшем будущем. Чего ожидать от судьбы? Что даст Вселенная? К чему подведут вас высшие силы? Можно загадать себя и не сомневаться. Смотрите, первая карта, видите, сомнений никаких нет. Первая карта в раскладе, самое главное, кстати, — это карта мужчина. Не сомневайтесь, всё будет замечательно, всё, что нужно, проявится. И не думайте, расклад один для всех, хлебушек — это тоже для всех. Но у каждого человека он переваривается по-своему, по-особенному, по-приватному. Итак, смена событий в вашем ближайшем будущем. Это расклад на дома, так называемый ещё называется, да? Или по-другому — 8 на 4. Все карты выкладываются. Мне кто-то когда-то написал такой комментарий. Ну, что здесь мудреново, все карты выложить. Кстати, называется «Грэнтабло» — расклад старинный, про чтение самый сложный. Так что здесь по особым правилам мы играем. Особое правило на этот расклад есть. И эти правила я излагаю все, у меня есть уроки по «Грэнтабло». «Грэнтабло» бывает разное, но это именно 8 на 4. То есть 4 ряда по 8 карт в каждом ряду. Вот ещё одна карта, восьмая, в первом ряду. Кстати, восьмая карта, она ведь отвечает на очень важный вопрос, да? На вопрос, что для вас закрыто, что тайное станет явным. И карта «Лилии» — это карта счастливой, долгой жизни, с прекрасным здоровьем и благополучием. 8 на 4. Но вы меня спросите, тот, кто, может, первый раз смотрит, мне очень приятно, что вы зашли. 8 на 4 сколько будет, да? 8 на 4 ведь не будет, 36, да? У нас ещё остаётся правильно 4 карты судьбы. В самом конце. Итак, здесь выложены перед вами 6, 7, 8. Это девятая карта. Значит, мы её здесь положим. 8 на 4. И ещё 4 карты судьбы. Кольцо, якорь. Ключ, клевер, сердце, змея, коса, медведь. Немножко сдвину. Мы особо обращаем внимание на те карты, сферы которых вас интересуют. И многих моих слушателей, уважаемых, интересует сфера отношения. То есть мы смотрим кольцо. Сфера любовь. Это у нас будет и кольцо, и сердце. Сфера работы. Это будет башня, а также карта якорь. Якорь. Сфера здоровья, дерево. Сфера свидания, всадник. Карта луна, карта корабль. И вот вы, госпожа. Карта госпожа, это ваша карта. Дом. У вас всё будет хорошо. Перемены в доме. Корабль и дом с двух сторон. Выкладываю расклад до конца. Ещё один ряд и четыре карты итога. Вот вы идёте своим путём. У вас в ногах лиса, а над вами клевер. Этот расклад имеет много мини-раскладов, которые можно рассматривать. Такой расклад можно три дня читать. Ну, я дам вам немножко такую сжатую копию. Итак, четыре карта совета. Это в конце расклада. Посмотрим и итога. Вот такая выкладка, дорогие. А сейчас начну трактовать. Напоминаю вам, мои дорогие, что все мои расклады заговорены на удачу, на успех и на благополучие. Начало расклада. Это мужчина. Значит, на этот период времени у вас мужчина будет играть важную роль. Либо вы познакомитесь для новых отношений, потому что всадник в доме собака, то есть в доме дружелюбия, знакомства. или же вы помиритесь с мужчиной, если вы с мужчиной поссорились. Мужчина будет играть большую роль в вашей жизни на этот период времени. Либо же мужская энергетика, то есть энергия поиска, энергия добытчика. Вот такая энергия будет вокруг вас. Вторая, третья, четвёртая. Четыре карты очень важные. Вторая карта, и она в доме клевер. Вот у нас клевер где, если вы видите. Клевер в доме ребёнка. Это значит новая удача. А в доме клевера развилка. Это дороги в этом случае. Потому что откроются дороги на любовь и на успех букеты собаковой мести. Это успех. Далее смотрим. Если обратить внимание на вот этот расклад, мини-расклад 3х3, где вы в центре, то у вас будут перемены в личном доме, любовь, ключ найдёте к решению всех ваших задач и проблем, перемены в личной жизни, перемены — это и корабль, и аисты. Идите своим путём, добывайте свою удачу. У вас всё будет замечательно. И рыбы тоже в этом участке. Вот этот расклад, то, что близко к вам, очень благополучный. Рыба — это деньги и любовь. Такой расклад считается так. Такой есть метод. Near and far. Near — это то, что близко к вам. Far — то, что далеко. То, что близко к наиболее актуальному. Для вас актуальна любовь, удача, решение задач, перемены, счастливый дом, идти своим путём, в доме порядок, деньги, успех и любовь. Вот такой расклад вокруг вас. Касательно работы. Все вот эти карты 3х3, которые окружают сигнификатор работы, карту якорь, говорят, что у вас будет новая работа, которую вы будете любить, или же вот женаты на работе. В хорошем понимании этого слова. Работы любите, всё получается, и работа ключевая. А также работа по судьбе, луна. Работа может новая, поиск работы, всадник. Работа любимая, букет, где у вас или повышение, или дружелюбный коллектив. И для кого-то открытие дорог на новую работу. Такое вполне возможно. Кого любите вы, кто любит вас? Карта сердца, вокруг неё 3х3. Вас любят люди, которых вы считаете врагами. Может, это ваша мать. Но кто-то вас любит. Вы, может быть, не верите этому человеку. Он вас предал когда-то. Но сейчас этот человек вас любит. А вы не доверяете ему. У вас будет успех в любви. Какая-то радость в любви. Вы здесь буквально рядом. В доме будет всё хорошо. А также предки. Вот крест — это предки. Здесь могут сны сниться. Предки вам могут передавать какие-то знания. Крест говорит о том, что сейчас кто-то вас думает. И кто именно думает, покажет 3 карты вокруг. 3х3. И я вижу, что если мы посмотрим хранители рода. Вот крест — это хранители рода. Что они хотят вам сообщить. То здесь видно, что мудрость хотят вам сообщить. Решительность вам дать. Чтобы вы открыли сердце к любви. Предки сообщают, у вас будет новое родовое гнездо, дерево и дом. У вас будут деньги. Развеются тучи, которые над вами нависли. И может быть кто-то действительно хочет вам помешать. Потому что тучи здесь есть. Предки вас предупреждают. Не всем доверяете. Есть и враги. Но будет всё замечательно. Потому что письмо говорит о том, что будут новые какие-то благоприятные обстоятельства, которые скоро откроют вам глаза. Кто есть друг, а кто есть и враг. И вы сделаете соответственные выводы. Что ещё здесь можно увидеть? Карта дерева передаёт ваше здоровье. И я вижу тяжесть на сердце. Может быть теряете энергию. Может быть вы много работаете, истощились или же набрали лишний вес. Это вполне возможно. И я вижу, что вы волнуетесь о своём здоровье. Но мало что меняете. Вам нужно поменять или же образ жизни, или образ питания. Срочно нужно менять. Потому что змея – это медицина. И коса – это срочно менять свой образ жизни. Повернуться к себе лицом, так называемо. Хорошая новость. Это хорошие анализы придут. Хороший какой-то ответ от врача. Хорошие новости вас ожидают в плане здоровья. Но вы волнуетесь. Это может быть здоровье ваших близких и родных. Вы о ком-то переживаете, волнуетесь. Но всё разрешится просто замечательно. Вот такие основные параметры. Здесь много-много чего есть. Я бы сказала, давайте обратить внимание на дом Аиста. Там медведь. Так что в доме будет мужчина. Это очень хорошо. На что ещё обратим внимание? На дом кольца. Вот это дом кольца. Показываю вам указочкой моей волшебной. Указочка, которую я получила от Джеффри Стар. Видите? Написано Джеффри Стар. Кстати, мне не заплатил никто. Не подумайте. Просто мне очень нравится. Блестящая указочка. Вот. Вот такие стычки. Но опять же, я ничего не рекламирую. Действительно хорошо сделано, кстати. Мягкое такое всё. Надеюсь, вам тоже приятно смотреть этот расклад. Итак, в доме кольца у вас сад. Это гармония в отношениях. А кольцо в доме косы. Мужчина, наверное, обижается на вас. Или вы на него обижаетесь. Но у вас всё будет хорошо. Видите, вы помиритесь. И у вас будут хорошие отношения в паре. Вот так. Я ещё хочу обратить ваше внимание на очень важных два дома. Это он и она, господин и госпожа. Сейчас расскажу вам, где эти дома находятся. Обратите внимание, пожалуйста, на последний ряд. И мы смотрим карты. Вот эту и вот эту. Это дом 28-29. Если мне не верите, посчитайте сначала. Это будет номер 28-29. Вот смотрите. Вылеса. Вылеса, да? Мужчина у нас аист. Но это хорошее сочетание. Вылеса, вы гибкая, мудрая, красавица. И деловая. Потому что лиса деловая. Сочетание с трифовой мастью. Это ваше тотемное животное. Тотемное животное у вашего мужчины. Это аист. И он заботится о доме. Он добытчик. Если такого нет, такой вот-вот появится. Так что не сомневайтесь. Кстати, то, что вы в том же ряду, в котором дом госпожи. Это очень важно. И у вас в ногах лиса тоже очень хорошо. Хороший знак. У вас будет всё просто очень хорошо происходить. И вы обязательно, обязательно будете счастливы. Это вам гарантировано. Что ещё здесь такого интересного, на что я хотела бы обратить внимание. Вот этот дом, дом-гроб называется. Восьмой дом. И здесь у вас башня. Тоже, кстати, карта работы. На работе меньше слушайте сплетни. Потому что кто-то вас хочет вовлечь в чьи-то интриги. Чтобы сделать вас слабой. Ослабить вашу позицию. Потому что змея, дом змеи. Седьмой дом. Вот змея, где у нас. Сейчас посмотрите. Вот видите внизу. Это очень важно. В доме змеи гора. Кто-то хочет положить вам тяжесть на сердце. Это может быть коллеги, какие-то сотрудники. Не слушайте никакие сплетни. Карта звёзды очень хорошая. И она находится в пятом доме. А пятый дом, дом-дерево. И поэтому я говорю, что здоровье восстановится. Дерево вот у нас, да? Видите? А дерево ведь в доме сердце. То есть сердце будет радоваться. Здоровье будет хорошее. Или у вас, или у тех, о ком вы сейчас волнуетесь. Это важно знать. Я вижу, что многие увидели гроб и испугались. Гроба не нужно бояться. Это закрытость какая-то или страхи. Кстати, дом, в котором гроб. Это дом-письмо. Дом-письма. И может вы давно ждёте от кого-то известие, поступление денег или продажи, купли успешной. Письмо само по себе в доме луна. Видите, луна сверху над домом. Письмо. Видите, какая цепочка, да, получается. Здесь очень сложно составляющий расклад. И у нас сверху башня. Это дом-башни, там луна. На работе, видите, с работой придёт письмо или же оплата за ваш труд. Вы давно ждёте уже. И лишь придёт, что вас возьмут на работу, вашего любимого человека. Возьмут на работу. В общем, очень хорошо будут события развиваться. А карма, книга, судьба, вот такое всё находится в доме, которое называется книга. То есть у себя в доме. Мы замечаем, та карта, которая находится у себя в доме, она самая сильная в раскладе. И у нас здесь софар до сих пор видно, что карта книга находится у себя в доме. Значит, вас ожидает очень важный период в вашей жизни. Очень важный период. В чём важный? Смотрим по ходу коня. Ферзь. Якорь. Где у нас якорь, видите? Параллель. И по ферзю, то есть по ходу коня, у нас идёт корабль. Так что перемены будут в судьбе. Какие будут перемены в судьбе? Очень успешные, новые перемены и успешные. Будете довольны результатом. Это очень хорошо, да. Ну вот так, мои дорогие. Вот так, очень хороший расклад. Рыбы – это деньги, любовь в доме лилии. Поэтому я говорю, что мужчина верный. Вот видите, лилии здесь. Кстати, это в доме букет. Так что тоже хорошо лилии в букете. Будут деньги, будет любовь. Хотелось сделать такой быстрый обзор этого расклада. Потому что я знаю, что расклад, наверное, такой… Не знаю, будете ли вы смотреть. Если вам интересно, пишите комментарии. Такие расклады. Итак, итог. Это четыре карты итога. И они находятся в таких домах. Сейчас вам озвучу дома, потом расскажу. Дом – ключ. И в доме ключ у нас птицы. Ключевой разговор будет. Ключевая встреча. И ключевой разговор будет. Благоприятный разговор. Потому что всадник – это встреча в доме собаки. А сам якуреносвод, и он в доме плетки. С тем человеком, с которым вы поссорились, вы будете общаться и помиритесь. Следующий дом – это дом рыбы, то есть деньги и любовь. Сами рыбы у нас я только что вам озвучивала в доме лилии. Так что это надежная любовь, надежные деньги. А плетки вышли в доме рыбы. То есть много работы, но и результат хороший. Или у вас, или у вашего родного человека. Будет какая-то работа, дела будут спориться, и дела принесут хороший доход. Итак, это карта солнца. Очень хорошая карта, и она в доме якорь. В доме якорь. Сам же якорь у нас в доме плетки. Я уже не раз говорила об этом. То есть много работы. Якорь – это карта работы, а плетки – это много работы в доме плетки. Само же солнце в доме якоря. То есть это надежный мужчина. Солнце часто демонстрирует ваше отношение с мужчиной. Ваше отношение с мужчиной наладится, и вы будете очень и очень счастливы. Это вам гарантируется. Итак, дальше я смотрю. Последняя карта в раскладе – это чего можно опасаться, чего вы, может, боитесь. И что прояснится – это дом, крест. Вот здесь крест у нас, как вы заметили, да? Крест у нас, как вы видите, в доме, который называется развилка. То есть это может быть негатив на вас или на каком-то вашем любимом человеке. Есть какой-то негатив, скорее всего, на мужчине негатив, понимаете? Потому что крест – это может быть негатив, это может предупреждение рода быть. Я уже крест считала как родовая память, но это тоже может быть негатив. Потому что крест в доме развилка – это, может быть, магия на перекрёстке дорог. Какая-то недобрая, нехорошая личность сделала какую-то магию, но он выздоровеет. Потому что сразу за ним карта дерева. Дальше мы смотрим, что крысы в доме креста. То есть крест у нас в доме развилка, а крысы сделали какой-то грязный магический ритуал. Какие-то непорядочные люди, это могут быть недоброжелатели с его стороны, или с родни, или с окружения, или с вашей стороны, с родни, или с окружения, сделали какой-то грязный ритуал. Ну, ненависть у них есть. Может, ненависть на жизнь. Если у людей есть ненависть на вас, вы должны знать, что эти люди ненавидят себя прежде всего. И у них есть ментальная проблема. Так вот, крысы есть в вашем окружении, не общайтесь с ними, потому что они вредны для вашего здоровья, эти крысы полностью вредны. И вы должны, если вы желаете, конечно, выбросить из головы вообще, иметь с ней хоть какое-то общение. Мужчина поможет вам, это точно. Но мужчина тоже выздоравливает сейчас, если он болел. На нём, может быть, было негативное влияние, поэтому он болел. Но сейчас он выздоравливает от этого. И крысы, опять повторяюсь, в доме крест. По ходу коня я опять иду на крест. Это говорит о том, что кто-то, кто к вам не очень хорошо относится, враг, змея сверху, кто-то жёсткий, коса, сделал какую-то гадость, может, для вашего дома или для вас. Что я здесь вам сообщаю по этому раскладу? Вообще не стоит бояться. Враги хотят вас просто запугать. Крысы, они вас не стоят. Смотри, какие маленькие, да, незначительные. Я уже в начале расклада вам описала, что у вас будет всё замечательно. Самое главное, что близко к вам. Вот вы окружены прекрасными картами, да. Ваш дом вас защищает, потому что дом между вами и вот этими врагами, да. Вот так. Здесь ещё придерживайтесь вот этой карты. В этом раскладе есть такое правило. У нас две важные карты. Или последние, или предпоследние. Если последняя карта плохая, то мы ориентируемся на предпоследнюю. Если предпоследняя плохая, ориентируемся на последнюю. Почему? Потому что будущее многовариантное. Это знают Всевышние, это знают эзотерики. Будущее многовариантное. Что мы уже себе представляем, то уже оно не возникает ниоткуда. Оно уже есть. И мы стремимся к тому, что лучше, да. Итак, мы стремимся к солнцу и выбрасываем этих крыс, недоборожжелателей через форточку, как говорится, да. Я пытаюсь это сделать помягче, чтобы вы поняли, да, нужно выбросить, можно ритуал сделать. У меня все ритуалы безоплатные, чтобы вы знали. Ни за что, абсолютно никогда мне не нужно платить. Все мои ритуалы абсолютно безоплатные. Так что пользуйтесь себе на удовольствие и на пользу. Солнце говорит о том, что у вас будет все хорошо, потому что солнце в доме якорь. Будет стабильная радость, да. Якорь – стабильность, солнце – радость, стабильная радость. Но крысы в доме креста – это обратка врага. Очень все просто и понятно. Враги получают обратку, а вы остаетесь в прекрасном, в прекрасном окружении, при деньгах, при удаче, а также при успехе и при мужчине. Вы остаетесь при мужчине. Вот такой, мои дорогие, уважаемые, простой и в то же время сложный составляющий расклад. Если такие расклады нравятся, дайте мне, пожалуйста, знать. Буду делать больше. А я вас люблю, обожаю и знаю, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся, потому что мне в вашей компании просто замечательно. надеюсь, что и вам в моей компании не всегда скучно, а иногда, надеюсь, что и очень даже хорошо. Но скучно вам или нет, это уже дело личное. Но я знаю точно, что мои расклады полезны для всех, даже для тех, которые почему-то считают, что не резонируют с ними. Потому что если вы не видите чего-то, расклад это показывает. А суть расклада — показать вам то, чего не видно. Поэтому, когда люди пишут, не резонируют, я знаю, что с этими людьми лучше всего расклад, им больше всего может помочь. Ну, а это уж вы решаете сами, хозяин-барин. А я с вами увижусь. Пока-пока, мои дорогие! Продолжение следует...